Мы приехали из США, чтобы взять интервью у четырех человек из Санкт-Петербурга и Москвы. Мы спросили их, каково быть афро-русским в России. Вот их истории. Меня зовут Лиза, и я родилась в Санкт-Петербурге и живу здесь, собственно. Меня зовут Диана, я родилась в России, в Санкт-Петербурге. Меня зовут Элен, мне 24 года, я родилась в Воронеже. Меня зовут Жан Мишель, я родился в Москве. Мама у меня по национальности русская, но родилась она в Туркмении, потому что бабушка с дедушкой там жили, а папа у меня из Нигерии. Моя мама из Татарстана, это тоже в России, а папа из Африки, Сенегал. Папа из Анголы, мама русская. Мой отец родился в Гвинеи, приехал в Москву учиться. Моя мама также приехала в Москву из Узбекистана. Занимаюсь я в основном чем-то связанным с искусством, потому что большую часть времени я либо в своем университете провожу, а учусь я на архитектора, либо я там сейчас обучаю детей маленьких рисовать, то есть я езжу на дом и учу азам рисования. По образованию я журналист, работаю в сфере рекламы, пиара, в ресторанной сфере, увлекаюсь литературой, политикой, рекламой. Я учусь в РАНХИКС при президенте, последний курс, мне нужно писать диплом. Помимо этого я работаю моделью, иногда работаю агентом, то есть предоставляю модели на съемки. Я работаю тиви-продюсером, это производство видеоконтента для телеканалов, также я недавно снялся в сериале, пекаре красавица, у меня была большая роль. Работаю моделью, снимаюсь в рекламах, иногда хожу по подиуму, и совсем скоро приступаю к работе редактором одного популярного издания. Почти весь садик я пробыла как раз в Туркмении, уезжала туда жить, поэтому я не очень помню, что там было, я была очень маленькая. Потом мы обратно вернулись в Питер, прожили тут, наверное, год, и уехали в область. И мы жили в области всю мою начальную школу. Для меня это был такой сложный период, особенно в самом начале. Я сначала очень переживала, потому что были какие-то злые дети, в общем. Вот, и в начальной школе очень много задирали, обзывали. Но потом я поняла, что обзывают всех, кто якобы от нормы отклоняется. То есть самых пухленьких, самых темненьких, самых худых, в общем, всех задирали. И после того, как я вернулась обратно в Питер и поступила в художественный лицей, все очень резко поменялось. То есть уже были более взрослые дети, и не скажу, что в моей жизни встречались какой-то буллинг дальше. То есть не было такого. Честно говоря, не помню никаких особых сложностей в связи с моим цветом кожи. Да, конечно, были какие-то детские дразнилки. Так уж без этого дети, наверное, всегда так выделяют всех непохожих на них. Но однако же это были в основном дети не из моего круга, а какие-то дети из других классов или из других групп, которые не знали меня лично. Как-то со всеми детьми, своими сверстниками мне очень легко удавалось находить общий язык. И никто никогда не акцентировал внимание на моем цвете кожи. Каждое лето я уезжала к бабушке в Татарстан. Ну, чтобы вы понимали, Россия, она разная. Есть Петербург и Москва. Там люди гораздо более лояльно относятся ко всем непохожим на них людям. Это более развитые регионы. И, соответственно, внимания ко мне там меньше. Когда я приезжаю в какой-то более маленький город, где люди совершенно не привыкли видеть что-то непохожее на них, что-то кого-то другого цвета кожи, там, конечно, внимания ко мне было в два раза больше. Но это тоже как-то не мешало мне заводить друзей, знакомиться. Это, хоть и там мою бабушку, это сильно раздражало, когда мы шли с ней куда-нибудь. И она замечала, как люди смотрят на меня там с удивлением. Она там всем грозила кулаком и говорила, что ж вы там детей не видели, что ли. В этом плане дети лучше, да, чем взрослые. И, конечно, детям нужно прививать какое-то свое мнение всегда, чтобы он не велся на поводу у общества. И, конечно же, уважение к каждому человеку, каким бы он ни был. К каждым особенностям всех людей. В детстве, когда мы прилетели в Россию, я не знала русского. Мой брат тоже не знал русский. Мы жили в Калужской области, где не было ни одного африканца, ни мулатов, вообще никого. Это был ад. Но, учитывая, что я не знала русский язык, я сначала не понимала, когда меня обижали. Я думала, что, наверное, они хотят с вами познакомиться, подружиться. Но со временем, когда я начала изучать русский язык, был момент один неприятный в школе. Мы вошли в столовую, как обычно, моем руки перед тем, чтобы покушать. Ко мне подходит вот такой парень высокий из 11 класса и говорит, а ты чего моешь свои руки? Ты их не отмоешь. Но он сказал, это в более грубой форме. А я еще на тот момент начинала только учить и, ну, в принципе, я поняла, что он меня оскорбил. Я смотрю на него и думала, что делать. Маме я никогда не жаловалась, но через некоторое время я начала всех бить, когда меня обзывали. И мамочки там, мальчиков, девочек приходили к моей маме на работу и всегда говорили, вот, ваша дочь побила моего сына. Моя мама говорит, а, хорошо, я с ней поговорю дома. Но когда мама приходила домой, она, ну, чувствовала вот эту всю энергетику, что меня обижали. И она говорила, правильно делаешь, правильно, давай задачу. Детство было тяжелым, но со временем дети привыкли и начали, наоборот, тянуться больше, общаться, дружить. Были некоторые, из-за которых я заступалась потом в будущем. То есть ты должен всегда уметь постоять за себя. Нельзя рассчитывать на кого-то там, что мама придет, разберется или еще кто-то. Ты должен дать сдачу, независимо от того, сильнее ты или слабее. Я не могу сказать, что у меня было очень тяжелое детство, потому что есть люди, которые действительно страдают, да, там, без родителей, без хороших учителей. Но у меня были трудности некоторые в отношении с моими сверстниками, потому что я выглядел не так, как они. И часто на меня вот так вот тыкали пальцем. Вот он черный, вот он негр. Или, знаете, последним аргументом в споре, да, там вот было, вот ты черный, вот ты неправ, вот ты... Ну, вот такое было. У меня были комплексы, и я подходил к маме с вопросом, а почему я такой? Что можно сделать для того, чтобы меня перестали обзывать? Мне постоянно указывали на мои губы, что они слишком большие, что у меня другой цвет, что у меня какие-то волосы. Я не держу зла на этих людей, потому что в детстве люди ведут себя абсолютно по-другому, неосознанно какие-то вещи совершают. И в целом дети в детстве могут быть жестоки. Но никто не мог меня утешить, как-то вдохновить. Мама мне говорила, ничего, зато ты будешь хорошо целоваться, у тебя большие губы, у тебя там все будет, на тебя будут девчонки обращать внимание. Но это не работало, потому что мне нужно было, чтобы сейчас вот, да, решить эту проблему. На моих родителей они никогда не воспитывали меня как-то по-особенному, потому что у меня другой цвет кожи. Ну, они просто всегда говорили, да не обращай внимания там, просто не обращай внимания. И мне было понятно, почему у меня такой цвет кожи. Папа африканец, мама русская, и я вот получилась такой. Что касается моего ребенка, у него, в принципе, совершенно светлый цвет кожи, и если не знать, что я его мама, ты никогда не догадаешься об этом. Но своего ребенка, своего сына я постараюсь воспитывать в максимально толерантных рамках, традициях. Скажем, он не спрашивает, почему я другого цвета кожи. Когда я пытаюсь с ним поговорить на эту тему, спрашиваю наводящие вопросы, как ты думаешь, чем мама отличается от других мам. Он совершенно не понимает, о чем вообще я говорю. Говорит, ты моя мама, она не моя мама. То есть действительно детям абсолютно все равно, какой ты. У нас еще был один момент, когда мы шли после школы домой, решили прогуляться пешком. И когда мы уже почти подходили к дому, там шла парочка, мужчина и женщина. Мужчина был немножко выпивший, и он начал оскорблять меня. То есть я была еще маленькая, я даже не вспомню, сколько мне было лет. Он начал говорить, что я черная. Женщина, которая была с ним, она смеялась, но при этом говорила, да ладно тебе, хватит. Моя мама сначала промолчала, потом он снова начал говорить, и моя мама начала на него что-то не видеть его. И эта женщина начала ругаться на мою маму, что моя мама себя так ведет. Моя мама говорит, следите за своим. И плохие слова сказала на него. Ну, я еще, например, подрабатываю фриланс-моделью, потому что им нужны какие-то интересные лица и внешности. И, в принципе, меня поэтому и зовут. Я как бы не очень высокая для модели, не суперхудая для модели, но из того, что я такой внешности, меня очень часто зовут, всем интересно. И я таким образом подрабатываю себе лишнюю денежку. В основном мои друзья, когда со мной начинают ходить по городу, они говорят, что на тебя смотрят так сильно, так много, ты видишь это, я уже не замечаю. Ну, у меня друзья думают, что там они смотрят и удивляются, что, допустим, не русская, там темный цвет кожи. В детстве меня родители очень сильно убедили, что я красивая, как принцесса, и на меня смотрят так, что я красивая. Поэтому я вообще не думаю по-другому. Ну, так, на подсознательном уровне, поэтому я и не замечаю. В Питере уже привыкли, что много кто говорит на русском, много мулатов там. Вот, в области, да, конечно, удивляются. В принципе, удивляются, что я там оказалась. Я думаю, что Господь, может быть, вознаградил меня спустя годы таким вниманием со стороны людей и интересом. И мои страдания были не напрасны. И я очень рад, что меня это не сломило, потому что могло. Потому что я знаю много историй, когда над людьми издевались в детстве, и они становились впоследствии жестокими и закрытыми. Но, возможно, поддержка моих друзей и моей семьи помогла мне стать позитивным и жизнерадостным человеком. Поэтому, да, я, безусловно, этим горжусь. Я благодарна родителям и рада, что конкретно в России родилась с таким цветом кожи. Конечно же, я счастлив быть афро-русским. Хотя эта фраза звучит для меня странно. Потому что, если честно, я сам в себе не ощущаю, что я другой внешне. И иногда я подхожу к зеркалу и думаю, ну да, конечно, я отличаюсь. Но в целом я просто не знаю, по кого быть белым, там, или каково быть азиатом, да. Я вот, вот есть моя душа, есть мой опыт, моя какая-то внутренняя сила. А вот внешние какие-то моменты я не ощущаю. Но, конечно, я благодарен своему отцу за то, что он приехал в Москву и сделал так, чтобы я родился и наслаждался жизнью. Горжусь ли я тем, как я выгляжу, своей внешностью? Да, сейчас я горжусь. Это была большая работа, на самом деле, моя и моих родителей, чтобы у меня не было каких-то других мыслей. Но мне это преподносилось немножечко иначе со стороны родителей. Наверное, в качестве благодарности за то, что у меня, в принципе, есть руки, ноги, дом, все такое, да. И кто-то там родился с какими-то неполадками, в принципе, в здоровье. И мне сказали, вот, у тебя все есть, ты красивая, ты здоровая, нужно радоваться и просто жить. Поэтому я как-то недавно, несколько лет назад осознала, что так оно и должно быть. И больше меня это не беспокоит. Я горжусь тем, что я мулатка. И это серьезно. Я благодарна маме, папе за то, что когда-то они познакомились и изучали меня. Я горжусь тем, кем я сейчас являюсь. Я горжусь тем, кем я сейчас являюсь 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 Продолжение следует...